Продолжение следует... Размер воротника шанса зависит от размера шеи и подбирается индивидуально. После фиксации головы первым спасателем второй накладывает заднюю и переднюю части воротника шанса и фиксирует их. Транспортная иммобилизация при травмах позвоночника. При травмах позвоночника транспортировку пострадавших необходимо проводить на жестких носилках. Также могут быть использованы доски, щит, двери или стандартные жесткие носилки. При перекладывании на носилки осуществляют функциональный поворот туловища. В случае транспортировки в положении на спине туловище и конечности фиксируют стандартными лямками к носилкам. Или фиксируют бинтами обе кисти к туловищу, а ноги в участках голеностопного и коленного суставов. При травмах костей таза больного нужно положить на ровную твердую поворот. Поверхность, щит, двери или стандартные жесткие носилки. Ноги согнуть в коленных и тазобедренных суставах. Бедра немного развести в стороны. Положение лягушки. Под колени подложить тугой валик из подушки, одеяло, пальто и тому подобное. Высотой 25-30 см. Фиксацию таза проводят с помощью косынки. Фиксацию к носилкам осуществляют вышеупомянутым способом. При травмах позвоночника транспортировать пострадавшего также возможно на животе, используя для этого щит, доски или стандартные носилки. Перекладывание пострадавшего проводят с помощью функционального поворота туловища. Под голову и грудь подкладывают валик или подушку. Фиксацию к носилкам осуществляют с помощью стандартных лямок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова При повреждениях шейного отдела позвоночника возможно применение для иммобилизации стандартных предварительно подготовленных шин Крамера. Для этого применяют две шины. Проводят моделирование первой шины Крамера для фиксации головы по бокам. Вторую шину моделируют для фиксации головы сзади. Шины фиксируют с помощью бинта. Шины фиксируют с помощью бинта. Шины фиксируют с помощью бинта. Транспортная иммобилизация верхней конечности с помощью шины Крамера. Шина обязательно должна захватывать два, а иногда и три сустава. При иммобилизации конечности необходимо по возможности предоставить ей среднефизиологическое положение. А если это невозможно, такое положение, при котором конечность меньше травмируется. При закрытых переломах необходимо до окончания иммобилизации сделать легкое и осторожное вытягивание поврежденной конечности по оси. При открытых переломах вправление отломков не производится. Накладывают стерильную повязку и конечность фиксируют в том положении, в котором она находится. Снимать одежду с пострадавшего не нужно. Нельзя накладывать жесткую шину прямо на тело. Необходимо подложить мягкую подстилку, вату, полотенце и тому подобное. При использовании стандартных подготовленных шин последнюю фиксируют с помощью спиральной повязки. Транспортная иммобилизация при переломах предплечья. Помощь оказывают два спасателя. Один из них фиксирует поврежденную конечность в физиологическом положении, подкладывает под кисть валик и фиксирует примененную шину. Другой с помощью спиральной повязки фиксирует шину к предплечью. После завершения фиксации шины к предплечью, шина дополнительно фиксируется к шее, при этом конечность находится в физиологическом положении. В качестве подручных вспомогательных средств при переломах предплечья могут быть использованы любые жесткие предметы из металла или дерева. Импровизированную шину фиксируют с помощью спиральной повязки. Наложение шины заканчивают фиксацией конечности в физиологическом положении с дополнительной фиксацией к шее. При травмах кисти последняя может быть фиксирована с помощью стандартной шины, которая состоит из двух частей. Один из спасателей фиксирует конечность и нижнюю часть шины. Второй спасатель накладывает верхнюю часть шины и проводит окончательную ее фиксацию. Способы транспортной иммобилизации верхней конечности при различных локализациях переломов с помощью подручных средств. При травмах плеча и предплечья иммобилизация может быть проведена с помощью подручных средств, в качестве которых могут быть применены деревянные палки, доски и тому подобное. Иммобилизацию проводят следующим образом. Один спасатель удерживает поврежденную конечность в физиологическом положении, фиксируя при этом импровизированную шину. По возможности нужно под шину подложить мягкую подстилку, полотенце, вату и тому подобное. Второй спасатель накладывает фиксирующую спиральную повязку на верхнюю конечность с последующей фиксацией конечности в физиологическом положении к шее. Субтитры создавал DimaTorzok При травмах предплечья иммобилизация может быть проведена с помощью импровизированной шины, бинта и косынки. Для наложения шины один из спасателей удерживает предплечье, подложив под него импровизированную шину. Другой спасатель фиксирует с помощью спиральной повязки шину предплечье. Конечность фиксирует к шее с помощью косынки. При переломах ключицы применяют стандартные кольца, которые изготовлены из ваты и марли. Кольца одевают на плечи, в дальнейшем максимально сводят лопатки и в этом положении их фиксируют. Транспортная иммобилизация при переломах костей голени с помощью шин крамера. Для этого используют две подготовленные шины. Моделирование шин проводят индивидуально под поврежденную конечность. Первый спасатель удерживает шины и поврежденную конечность. Второй спасатель фиксирует шины с помощью повязки. Транспортная иммобилизация нижней конечности с помощью шины Детерикса. Шина Детерикса состоит из подстолбника, двух костылей и закрутки. Ее особенностью является возможность осуществлять тракцию по оси и вытяжение. Перед наложением шины необходимо успокоить пациента. Объяснить ему ход предстоящей манипуляции. Разрезать одежду по шву, если одежда туго облегает конечность. Осмотреть место травмы, убедиться в наличии перелома. Первым этапом проводится фиксация подстопника к стопе с помощью восьмиобразной повязки бинтом. Таким образом, чтобы нижний край выступал на 1,5-2 см ниже пяточной кости. Следующим этапом измеряется длина короткого костыля по внутренней поверхности здоровой нижней конечности от паховой области к пяточной кости. Затем увеличивается длина на 8-10 см и на данной длине костыль фиксируется. Длина длинного костыля определяется аналогичным образом от подмышечной области по наружной поверхности здоровой нижней конечности. Затем увеличивается на 8-10 см и на данной длине костыль фиксируется. Устанавливается короткий костыль, металлическое ушко подстопника на больной стороне. Также устанавливается длинный костыль, металлическое ушко подстопника. Застегивается перемычка подошвенной части короткого костыля. На костные выступы лодыжек коленного сустава и крыло подвздошной кости подкладывают мягкие прокладки из ваты или марли для предупреждения сдавления и развития некроза. Через специальные отверстия в костылях протягивают концы фиксирующих ремней или повязок. Шина фиксируется в 5 местах на уровне грудной клетки, таза, верхней трети бедра, коленного сустава, нижней трети голени. Также для предупреждения провисания голени и возможного смещения отломков рекомендуется дополнительно использовать шину крамера, которая располагается по задней поверхности конечности и фиксируется на травмированной конечности спиральными ходами бинта от голеностопного сустава до тазобедренного сустава. Через отверстие перемычки подстопника протягивается шнур и крепится палочка-закрутка. Палочку-закрутку закручивают, составая вытяжение ноги до тех пор, пока поперечные перекладины костылей не будут плотно прилегать к паховой и подмышечной областям. Палочку-закрутку фиксируют за выступ внешней шины. Транспортная иммобилизация нижней конечности подручными средствами Для иммобилизации могут быть использованы палки, доски и другой жесткий материал. При этом первый спасатель фиксирует иммобилизационный материал к конечности. Второй фиксирует импровизированные шины с помощью спиральной повязки к нижней конечности. Также фиксация проводится к туловищу. Возможное осложнение. Неправильно выполненная иммобилизация может привести к ухудшению течения травмы. Недостаточная иммобилизация закрытого перелома может превратить его в открытый, что может привести к травматизации сосудов и нервов незафиксированными обломками костей. Может привести также к жировой эмболии лягочных сосудов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok